Мы на месте. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он доверит. Посмотри визуально, что мешает сканированию. Знаешь, такой есть тренажер. Это не как велосипед, в котором педали нужно крутить. Это тренажер, который по лестницам как будто идешь, поднимаешься, но остаешься на своем месте. Степпер типа? Да, наверное. Нажимает ногами, он держится руками, у него поцелба, он теряет его энергии, и он остается на том же месте. Вот на таком тренажере он сейчас. Он нам будет мешать сканированию, Вера? Да, будет. У него демон сидит, это его тренажер. А, понятно, хорошо. Скеннер, просканируй сейчас. Александра, отключи этот тренажер со всеми сопутствующими датчиками, чипами, конвекторами, имплантами, если что-то есть. Выводи и отправляй в клетку тюрьму. Готово. Больше ничего не мешает? Нет. Даю команду, значит, три. Скеннер сканирует пространство над головой Александра, под ногами, 360 градусов вокруг него. Скеннер сканирует все семь тонких тел Александра, находит все. Здесь арахноид. Арахноид. Паутины на голове. Хорошо. Дальше. Синий дракон. Синий дракон. Инсектоид. Инсектоид. Джинн и демон. Все нормально. Все на месте. Джинн. Какой Джинн? Бедный, как всегда. 35-45. 35-45. И какой демон? 13. Хорошо. Итак, у нас арахноид. Синий дракон. Какой синий дракон? 18-46. Самый бедный Джинн у нас. 35-45. Инсектоид. И 13-й демон. Хорошо. Обращаюсь ко всем, у кого есть контракт на пребывание в этом биополе. Я не рекомендую брать в этой комнате диагностики, потому что я спрашиваю несколько раз, потом идет воздействие. Если вы не хотите получить неприятные ощущения, лучше рекомендую вам коммуницировать со мной. Ну, вот здесь есть, но это почему-то он очень тонкий, как листок. Демон. С демоном у него что-то есть, связь какая-то. Хорошо, демон. Что у тебя за связь с ним? Подготавливаешь договор? Да, подготовил давно, не выполняет он его. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Плотно 13 лет. До этого познакомились раньше, когда и договор составили. Спрыгивает он. А что он тебя просил? Не хочет подписать. Хорошо. Что он у тебя просил? Конкретно у меня силы хотел, знания. Это ему дал тренажер. За возможности тренажер в последние годы. А за знания расскажи. Потому что он на месте стоит. Я понимаю. Он спускается ко мне. Хорошо. Меня интересуют, какие знания ты ему рекомендовал. Я полагаю, демон не будет рекомендовать знания, которые ему пойдут во вред. Не так ли? Так через его любопытство-то ко мне и попал. Вот, мы об этом и говорим. Любопытство. Не, я к нему пришел, он ко мне. Ты случайно не связан как-то с НЛП? Я нет. Хорошо. И последний вопрос. Кто из вас присутствует еще в доме? Александра, мы его сегодня чистим. Демон на улице. Джейн в доме. Конечно, в доме. Потому что он самый бедный. Дальше. Инсектоида нет. Синий дракон. Арахноид. Синий дракон имеет плату. Арахноид. Тоже. Хорошо. У тебя потомство есть? Арахноид в доме? У него на улице есть потомство. Хорошо. Мы сегодня чистим дом, поэтому по-любому будем все убирать. Итак, даю команду тонкой копии. Александр распроизвелит все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в сто раз. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? Три года наплел он. Три года. От него идет. Три года что? Он не говорит, от него идет. Лету, он плетет. А, плетет три года, понятно, хорошо. Синий дракон, цель твоего пребывания? Переход, переходит он к границе дракона, это интересно, он здесь присутствует, наблюдает. Какие границы он переходит, я сейчас не совсем понял. Физического тела. Ну хорошо, ты имеешь в виду медитация в этом плане, развитие. Выходит из тела, да. Ну хорошо, иногда выходить из тела полезно, когда ты знаешь, что ты защищен. Дракон, выходить из тела, когда ты не защищен и становишься моментально кормом для любого, кто выше тебя. А любой выше тебя, если он там находится, в другом измерении или в другой реальности, я так скажу. То это довольно опасное занятие. Не так ли, дракон? Для него это интересно, поэтому он находится здесь. Хорошо, значит цель твоего пребывания это развитие, обучение. Плюс любопытство, ему интересно развитие в человеческом теле и выход за пределы. Я это понял. Сколько ты находишься? Тремление души это делать. Хорошо. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 12 лет. О, уже давно дружить. Хорошо, идем дальше. Как у нас с реверсом, Вера? Поэтому ему любопытно, он видит попытки души. Я ничего не имею против обучения. Единственное, если бы ты не приносил никакого вреда ему. Но поскольку твои артефакты находятся в комнате, в доме, где ты подпитываешься энергией, поскольку ты сидишь в его биополе, и он желает себя освободить от любых интерферентов, поэтому ты здесь. И все остальные, чтобы об этом понимали. Да, дело в том, что такие переходы случаются ночью, ему нужны платы. А ты ему помогаешь как-то поддерживать? Так ты ему помогаешь еще в этих полетах? Нет, он присутствует с ним, он не мешает душе переходить границы и искать путь там. Хорошо, ты ему картинки всякие показываешь? Хорошо, вот это важный момент, потому что ты знаешь, о чем я. Все понятно. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Александр забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Усили потоки в сто раз. Инсектоид, сколько ты присуствуешь в биополе? Два года, семь месяцев. У тебя есть инкубатор? Есть. Хорошо. Один? Один. Джин, самый бедный Джин. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? Ох, трудно почитать. Наверное, шесть или семь. Шесть, семь, чего? Лет, месяцев? Да, лет всего, конечно, не веков же. Ну да, тоже верно. И демон, понятно, 13 лет. С какой вещи ты к нему попал, Джин? Он с портала пришел. Из портала? Реверс закончился. Начинаем с вытаски для того, что осталось. Арахнует. Выходи. Снимай все, что осталось на твоей чистоте. Вытаскивай, возвращайся назад. Приступай. У него коронная чакра полностью заплетена. Какую-то накидку его. Ты перекрывал ему коронную чакру? Он перекрывал энергию. Поэтому у него сил не должно было быть, правильно? Отток, когда шел ночь? Он не знает ничего про силы. Он перекрывал энергию коронной чакры. Она постоянно была перекрыта? Или ты в какое-то определенное время включал ее? Нет, он в определенное время выключал ее. И какое-то время было, когда ты выключал? На ночь он выключал, чтобы зарядиться. Кутору включал, чтобы поглотить. Хорошо, все. Вот это мне было важно для Александра, чтобы он знал и понял, когда это все происходило. Он снял эту накидку. Идем дальше. Понятно. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, подключки, все, что есть. Возвращайся назад. Приступай. Плата, сердечную чакру снял. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор. Отключайся полностью. Вынес инкубатор, готов. Хорошо. Джин, выходить не надо. Втягивай в себя всю свою пыль, все свои подключки. Отключайся полностью. Приступай. Задыхает он, бедный. У него срок идут, как спиральные энергии такие, он втягивает назад в себя. Джин, смотри, тебе не надо расстраиваться, потому что альтернативой было бы то, если бы ты мне не сказал, я тебя нашел бы так, другим образом, я бы забрал у тебя все твои артефакты. Твою челму, золотые кольца, серьги. Понял, понял. Магический сосуд, сосуд с деньгами, я бы все это мог забрать. Поэтому радуйся, я тебя наоборот, я тебя освобождаю. Ты снял, мой господин. Хорошо, мой господин. Идем дальше. Демон, выходи, отключайся полностью. Скажи мне, находятся лярвы в биополе Александра? Затемнение. У него есть затемнение в области головы. Да. Знаешь, они какие-то такие, как темные небольшие круги, как пуговицы. В некоторых частях головы, потом горло, сердце идет, такие, как кружки ровные по телу. Это у него так затемнение выглядит? Да, как болевые точки у него прямо оседает, и они... Пьет по ним. Притягивает, да. Слабые места становятся. Хорошо, демон. Хочешь забрать это? Да, заберет. Выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил. На своей частоте отключайся полностью. Доложи, что ты закончил. Я дам тебе отдельную команду. Можешь забрать все затемнение в биополе. Приступай. Ну, у него тренажер стоял, и небольшие, там, подключен, он был как пальцем, он снял это. Разрешаю тебе забрать все затемнение, находящиеся в биополе Александра. Готов. Идем дальше. Все все убрали. Рассинхронизацию мы не сможем провести, пока мы не проверим на контракты. Таков регламент. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Александр должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Также всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но у него вот этот контракт, он какой-то как лист, и то исчезает, и то опять полной становится. Хорошо. Значит, с одной стороны он был уже одобрен, с другой еще нет. Пусть тонкая копия Александра повторяет за мной. Внутренняя власть у моего суверенного я. Это собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Энергия есть, она вернулась. Открываю воронку в галактическое ядро. Все аннулированные контракты, все отработанные контракты и фантомы уходят на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Переходим к рассинхронизации до команды на рассинхронизации Александра с арахноидом, синим драконом, инсектоидом, джином и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3 удар. Отлетают все каналы. Открываю воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Хорошо, проверку все прошли. Инсектоид, я тебя отпускаю. Ты больше никогда не придешь в это биополити. Это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Арахноид и синий дракон, джин и демон. Я сейчас открою вам два портала в дом, где живет Александр. Арахноид и синий дракон пойдут в один портал, джин и демон в другой портал. Снимаете все, что вы оставили на своей чистоте, ничего не забываете. Я прихожу, проверяю. Демон идет на земельный участок. Демон мне еще покажет на земельном участке все порталы, я их закрою. И после этого я соберу демона еще в дорогу, весь негатив земельного участка. Его устраивает? Идет. Хорошо. Открывается два портала в дом Александра. В один идет портал Арахноид и синий дракон. В другой портал идет джин и демон. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, поехали дальше. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, проявляется. Здесь нет магического воздействия, но здесь есть картинка. Александр, видимо, сам молодой парень. И что он там делал? Демон сидит и смотрит. Ритуал делал? Делал, да. И демон пришел? Что-то делал. Безобидное. Демон смотрел. Но это не этот демон, этот сидит 13 лет всего. Значит, другой был демон, да? Не знаю. Я вижу эту картинку, которая вышла на магии. Да, вот так все остается в нашем биополе. Написано. Выходит эта картинка. Открываю воронку в галактическое ядро. И произвожу ее сброс. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. 600 герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Александр, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Он, знаешь, он стоит в энергиях, руки, ноги вот так растягивает, и у него энергия расширяется. Привыкаю к новым энергиям, он говорит. Отлично. Привыкаю к новым энергиям. Привыкаю к новым энергиям.